17 октябрьских полицейских пострадали при столкновениях с митингующими в январе 2022 года. За проявленный героизм участкового инспектора Зактобена градили орденом Айбин 2-й степени. Гордостью командиров стал и молодой офицер, который не поддался на провокацию со стороны митингующих и стал популярным в соцсетях. Лайла Уесова встретилась с героями, стоявшими на страже правопорядка. 5 января около тысячи участников беспорядков прорвались через отцепление. Выбив окна в фойе, они проникли в здание областного Акимата и принялись крушить всё вокруг. Разгромили кабинеты, вынесли оргтехнику и даже посуду из столовой. Общий ущерб от мародёров составил 300 миллионов тенге. Полиция задержала 11 человек. На камеры уличного видеонаблюдения попал момент подвоза камней, которые потом летели стражей порядка. А ещё автомобиль на полном ходу, врезавшийся в толпу людей. Под его колёсами едва не погиб участковый инспектор Даниар Сейдулин. С тяжёлыми травмами пострадавший попал в больницу. Поддержка родных помогла Даниару вернуться в строй. Спустя 4 месяца майор вышел на службу. За проявленное мужество он награждён орденом Айбен второй степени. Забыть и вычеркнуть тот день из памяти невозможно. Мы пытались удержать натиск с толпы и даже не заметили, как на нас налетела машина. Меня подбросило на капот и стало затягивать под колёса. Из-за шока не почувствовал боли. Упал на землю. Меня продолжали бить и пинать. На помощь подоспели коллеги, отвезли в больницу, где ещё долго лечился. 15 лет работаю в правоохранительных органах и по долгу службы видел всякое. Но такое никогда. Желаю всем казахстанцам мира и спокойствия. Сейчас я не могу. Почему? Сейчас не могу. Что тебе мешают? Мешают приказы. В те дни на всю страну прославился и военнослужащий Улан Марзабай. Вместе со служивцами он находился в первых рядах оцепления возле областного Акимата. В социальной сети облетело видео, где митингующие уговаривали гвардейца присоединиться к ним. Однако молодой офицер не поддался на провокации. Психологическое давление сильно оказывали, но мы стояли до конца, не нарушали приказ командира. У митингующих были камни, арматуры. В тот момент мы уже знали, что происходит в Алматы, поэтому старались избегать столкновений с митингующими. Во время январских событий общественный порядок в городе охраняли около 300 актюбинских военнослужащих. Ранения получили 4 человека. Все они были без боевого оружия, только бронежилеты, каски, щиты и резиновые дубинки для самообороны. Несмотря на огромное напряжение, солдаты выполнили свой долг и остались верные присяги.